Ас-саламу алейкум ва рахматулла ва баракату. Приветствуем всех наших подписчиков, всех любителей овец гесарской породы. Это видео прислал нам Абду Розыг из селения Сурдион. Он тоже родственник покойного Годжи Мирзукарима Мирзурахимова. И вместе с его сыновьями тоже держит своих овец. Вот они двинулись уже в перегон. Из Шартуза, из Ишкубода. Это, получается, Ленинский район, район Рудаки. Они двигаются в сторону Гесара, недалеко, кстати. И там, в Логуре, они будут пережидать. А потом уже дальше поедут, поведут своих овец в сторону летних пастбищ. Это будет Хутанху, это в районе Рамита. Вот посмотрите, какие мощные овцы. Овцы хорошо перезимовали, хорошо взяли потомство. И вот, несмотря на возраст, и лягнята, и матки, и кучкары, все вот форсируют реку. Достаточно широкая водная гладь. И все-таки она, как говорится, имеется и есть течение. Но овцы без страха ее преодолевают, потому что им не впервые это делать. Эти овцы все время находятся на вольном выпасе, на подножном корме. И мы видим, что качество овец очень хорошее. Вот овец овцематок еще не стригли. А стригли только тех овец, которые в этом году не принесли потомство и баранчиков прошлого года. Вот их подстригли, потому что во время кормления овцематки, они ослабевают немножко, потому что все-таки много энергии расходуется на то, чтобы прокормить свое потомство. И поэтому их будут стричь только уже на пастбище вверху. Там, когда ягнята, как говорится, подрастут, и когда у них на траве горной, на мощной, на полной энергии траве, уже, как говорится, появится большая прослойка жировая, тогда их можно будет стричь. А в данном случае, вот мы видим здесь, можем, как говорится, своим невооруженным глазом охватить величину атара. Атара большая здесь, потому что еще находятся и овцы очи Аблхайра. Аблхайра, вот, то есть это, получается, объединенная атара. Атара большая здесь, но чубанов столько же, сколько и было. То есть, вот, посмотрите, множество овец. Порядка двух тысяч овец здесь. Прямо глаз радуется, какие они все однообразные, породистые, очень качественные. Ну, мы уже с этой атарой много делали репортажей, вблизи показывали этих овец. Замечательные овцы, вот внизу есть телефон. Они, Абдурозик будет продавать уже ягнят где-то ближе к осени. Ну, в августе уже продаются. В принципе, это такое дело. То есть, когда начинают обивать пяти-шестимесячных ягнят от маток, тогда уже и продают овец они своих. Опять-таки, вот, нас многие, многие просят у нас наш телефон. Мы телефон свой не даем. Если только у кого-то есть видео, чтобы нам отправить, пожалуйста, мы бесплатно размещаем на своем канале. У нас никаких, как говорится, посреднических мы не берем. За рекламу мы никакую ничего, мы не берем денег. Но только видео должно быть качественное. Вот, Абдурозик, уже Абдурагмон, Умар, они уже научились сами снимать видео и пересылают нам. И мы видим, что кадры замечательные. За это огромная благодарность. А то, что они вот двигаются все время, все время находятся в трудах, в заботах. И мы тоже позавчера с ними разговаривали. Как раз были вместе и Абдурхайр, и Абдурозик, и Абдурагмон. Ездили они наверх, смотрели пастбище, оценивали. Чабанам нет времени отвечать на звонки тоже. Поэтому, когда говорят, что вот телефон выключен. Телефон не выключен у них. Телефон у них находится вне зоны. Они все время находятся в разъездах. Но если они попадают в зону, и вы будете в это время ими звонить, то получится, что они ответят на ваш звонок обязательно. Советом помочь или еще что-нибудь, какие-то вопросы. Они очень отзывчивые ребята. Не зря их называют Дахмарда. Дахмарда – это значит человек, который обладает силой и умением десяти мужей. Это очень правильные люди. Баракала им всем. Вот, посмотрите, какое качество овец. Это уже с другой камеры снимали. Здесь, как говорится, похуже. Видимо, кто-то другой съемщик был. Но зато здесь вблизи снимали овец. И вот мы видим качество овец. Можете, как говорится, сами убедиться. Вот такие вот ежедневные заботы у наших чабанов. И дай Аллах им удачи, успехов, здоровья. Видим мы с одним пятнышком. И еще там есть несколько овец, которые с белыми отметинами. Мы про это уже говорили. Это кастрированные овцы, кстати. Еще раз бараката. Удачи, успехов. И вам всем терпения в этом священном месяце Рамадан. Субтитры создавал DimaTorzok